Ампулы жизни. 70-летняя кировчанка не может купить в аптеках жизненно необходимое лекарство. У нее тяжелая форма анемии и без необходимых уколов она может погибнуть. Нужного витамина В12 нет в городе уже около полугода. Запасы лекарства у кировчанки уже подходят к концу. Юлия Ситникова в рубрике «Наболела» разбиралась с вопросом жизни и смерти. И у меня осталось вот две ампулы. Как мне жить дальше на два месяца? И все, помирала жизнь. Делать укол витамина в кировчанке приходится каждый месяц. В12 прописали ей в 2008 году. В назначении слово «пожизненно» срок, на который прописали витамины, подчеркнуто и выделено тремя восклицательными знаками. Однако уже около полугода Лидия Слобожанинова не может найти лекарства в аптеках. Ей нужны именно ампулы. Таблетки не подходят, потому что желудок не усваивает витамин В12. Мы тоже решили проверить, есть ли необходимый препарат в ближайших к ее дому аптеках. Скажите, есть ли у вас витамин В12 в ампулах? Нет. А будет в ближайшее время? Не приблизится пока. Нет. А будет когда-нибудь в ближайшее время? Его очень давно нет. По словам Лидии, витамина нет и в аптеках на окраинах города. Страдает без необходимого препарата не она одна. У нее есть знакомый с такой же проблемой. Пока она планирует попробовать заказать лекарства из другого города. Но случиться может всякое. Запастись препаратом на долгий срок нельзя. Срок хранения таких ампул примерно два года. Мы, чтобы разобраться в проблеме, обратимся в Министерство здравоохранения Кировской области, чтобы понять, в чем причина отсутствия препарата и когда он опять появится в аптеках города. Юлия Ситникова, Алексей Иванов, информационный канал «Город». Напоминаем, что пожаловаться на проблемы в городе кировчане могут в рубрике «Наболело». Отключили горячую воду. Соседская собака лает по ночам. Звоните по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Или пишите в группу ВКонтакте «Новости Кирова». Наши журналисты помогут разобраться и навести порядок. Продолжение следует...